Ребята говорят, что, пожалуй, самое важное, что было для них в программе, это наставник, который был рядом на протяжении пяти недель. Он, конечно, какие-то упражнения дает, он даже иногда пытается меня заставить что-то сделать, но, по сути, он является ресурсом на протяжении пяти недель, когда человек начинает применять методику пяти шагов отсознанного выбора в повседневной жизни. То есть я иду, я встречаюсь с проблемами, я знаю, к кому обратиться, когда я не знаю, что с этим делать. В любом случае, наверное, до этой программы, как в роли наставника, надо дорасти, чтобы это действительно стало вот такой, ну, как бы, потребностью в это окунуться. Просто так в это очень, ну, непонятно зачем, по сути, гружаться тогда, да, ну, просто так, тогда это результат не для тебя, не для ребенка, его абсолютно не будет. Лично для меня, так как я являюсь наставником, наставник — это тот человек, это такой проводник для подростка, для участника программы «Смарт-курс», который помогает ему увидеть в себе свои таланты, раскрыть себя полностью и найти не совсем свою профессию, а то дело, дело своей жизни, в котором он будет полностью раскрываться, в котором он будет счастлив, занимаясь этим. Наставники появляются в нашей компании, с одной стороны, систематически, то есть у нас есть процесс отбора, обучения, а с другой стороны, спонтанно, потому что есть люди, которые хотят быть наставником в нашей программе. Мне кажется, это отчасти жизненная миссия тех специалистов, которые у нас работают. Действительно, происходит момент в жизни, когда хочется не только получать, получать, обучаться, но и отдавать, передавать свою жизнь на лоб с точки зрения выбора, с точки зрения наставления. И это уникальная возможность, вот эта позиция в нашей компании, попробовать это сделать прямо вживую. Могу сказать, что не все наставники остаются на этой позиции долгое время, потому что программа — это некий вызов для них. И это тестирование их профессиональных компетенций, и это тестирование вообще, подходит ли им эта позиция. Потому что можно быть потрясающим психологом, замечательным педагогом, но не подходить на роль наставника. Наставники в нашей компании — это те люди, которые скорее рядом, которые видят ближайший путь развития ребенка, который к нам вращается, и семьи в целом, и его профессионального вектора, нежели того человека, который точно знает, куда идти. И попробовать быть вот в этой неопределенности, дождаться, пока подросток сам захочет определиться и найти вот этот интерес в жизни, не всем удается. То есть хочется подтолкнуть, хочется выбрать за, в принципе, что получается иногда у родителей, педагогов, которые уже были в жизни подростков. И те наставники, у которых это получается, они действительно являются самыми эффективными у нас, и мы с ними сотрудничаем. Наверное, должны быть адекватные люди. Это, наверное, первое и самое важное. А второе — это, наверное, люди, которые как-то связаны с подростками. То есть они либо работали долгое время с подростками, либо общаются с ними. И потом, если это система выбор, то вполне вероятно, что это могут быть люди, которые как-то занимались или занимаются еще профориентацией, например. То есть как-то с этим связаны. И из тех, кого я видел, собственно, когда мы обучались этой программе на старом числе, очень много людей, которые как-то связаны с психологией и с педагогикой. Я бы сказала, сопровождает подростка, помогает ему самоопределиться со своим выбором в течение пяти недель. И каждая неделя в смарт-курсе посвящена определенному шагу. Шагу, который помогает подростку самопределиться с выбором профессии. А знакомство происходит на первый или на второй день тренинга в офисе смарт-курса. Наставники в какой-то определенный день приезжают в офис, и есть определенное время, это где-то 30 минут, когда мы действительно знакомимся со своими ребятами, узнаем их, узнаем их интересы, узнаем, чем они занимаются, что они любят делать, какие у них есть предпочтения в профессиях, какие у них есть предпочтения в своих предметах, которые они изучают в школе. И в этой встрече очень важно действительно наладить контакт и увидеть уникальность подростка. Ну, то есть смарт-курс удивительный тем, что он развивает таланты действительно еще и наставников, тренеров и людей, которые работают в этом проекте. И я помню, как я пришла в этот проект, у меня была идея, мысль о том, что я изучала себя, я знала про эти шаги, я начала изучать себя. А что мне получается лучше всего, что мне нравится делать? Я поняла, что мне нравится очень вдохновлять людей и искать в них таланты, помогать им в выборе профессии. То есть несмотря на то, сколько лет человек, я такая, ой, смотри, как у тебя вот это может получаться, и это может получаться. Ну, то есть им это нравится, это про какое-то мое призвание. Потом, когда я узнала, что есть, оказывается, такая и профессия наставника, я поняла, что мне нужно быть в этой профессии и помогать уже как-то другим профессионально больше. У нас есть, скажем так, базовый курс, который состоит из двух, ну, иногда трех дней, в зависимости от того, на какую позицию человек приходит, потому что есть еще и тренер. Ну, начать тоже наставник, но в более широком смысле. Там передаются ценности компании, ценности и основные представления о том, как мы видим подростковый возраст, как мы видим взаимодействие с родителями, как мы, в принципе, видим миссию компании. И, ну, это такой, опять же, некий тест, подходим мы друг к другу или нет. Потому что все-таки в нашей компании работают особые люди. Это не про то, что мы суперкомпания, которая гняет на рынке. Это про слово подходящее. Под наш формат, под наших подростков, которые к нам приходят, под те идеи, которые мы несем. И для того, чтобы это протестировать и попробовать, нужно два-три дня. Ну, а потом уже мы обращаемся по мере поступления запроса, потому что у нас тоже есть выбор подростков, конкретного наставника. И по полу, и по возрасту иногда, и по опыту. И могу сказать, что некоторые наставники ждут своей позиции в течение нескольких месяцев, а то и полугода. И это вполне нормально. Могу сказать, что, конечно, этого недостаточно. Хочется больше, хочется какого-то годового обучения, да и в принципе обучение постоянно. Но с другой стороны, это тоже некоторая заявка на университет, которым пока не являемся. Может быть, это будет будущее. Но в любом случае, я могу сказать, что наставничество – это такой путь длиной в жизнь скорее. Да, и обучение происходит постоянно. И я верю в потенциал людей, которые к нам приходят, потому что они сами где-то подучиваются. Поэтому это скорее знакомство с компанией, с нашими ценностями, и с некоторым вектором, которые есть они. Видят синхронность, вступают, ну и дальше развиваются вместе с нами по мере включения в программу, где они уже поддерживают подростков. И с моей стороны, и с точки зрения остальных, очень хорошо были подобраны. Наставники, потому что всем было легко общаться со своими наставниками, не было какого-то барьера, что «ну, это же какой-то взрослый человек, с ним нельзя ничем делиться». Ничего такого не было, и возможно, это не были так подобраны специально, я так думаю, потому что перед этим мы проходили тест специальный. И мне очень понравилась работа с наставником, очень много интересного, и софак диалога очень помогал, потому что я, что-то там, что-то могло быть неосознанно, и именно когда я пыталась какую-то свою точку зрения доказать, я говорила такие-то слова, из которых уже понимала, что мне там действительно это важно, и это вызывает у меня прощение, и так далее. Для меня наставник – это такой человек, который рядом, да, который рядом. Его задача – не сделать что-то за подростка, например, из-за того человека, с которым он, собственно, для кого является наставником, не рассказать ему по-открытую, что ему нужно делать, а вот как-то, не знаю, подтолкнуть и помочь, когда ему тяжело. То есть, если у человека в принципе справляется, важно, допустим, поддерживать. То есть, ты молодец, у тебя все крутое. Если человек, ну, не знаю, не знает там, что делать, то предсказать, а посмотри вот здесь, там, попробуй сделать вот это. Вот. Если человек ленится, то надо ему дать какого-нибудь волшебного педдля, или, эй, там типа давай, не филой. Мне кажется, вот это вот наставник. Мой наставник, она очень веселая, заводная. Алёна, как бы, очень мне помогала и в моих личных делах, и в моем стремлении к моей профессии, поддерживала меня. Она меня очень хорошо понимала, рассказывала мне про свои путешествия, что мне очень нравилось. Она человек очень добрый и открытый. Работа с наставником — это очень круто, потому что появляется человек, к которому ты всегда можешь обратиться за помощью в любых вопросах. И для меня очень важно, что с моим наставником мы до сих пор поддерживаем отношения, мы буквально вчера с ней общались. И она подарила мне, ну, какой-то новый, не то что новый взгляд на мир, она подарила мне новые впечатления, новые связи, новые события, на которые мы ходили вместе. Помимо общения, она дала мне еще какой-то очень-очень ценный опыт, который мне помогает развиваться. Мой наставник — самый прекрасный человек по имени Аня. Мы с ней очень быстро подружились, очень быстро она со мной нашла контакт, и вообще мы похожими очень людьми оказались. Даже у нас день рождения там два дня отличается. У меня второго, у меня четвертого. Еще по знаку «Зодиака» одинаковые. Да и в общем типы характера очень близки. И мы до сих пор общаемся, и я там хожу на плейбэк, а она уже занимается плейбэком. Мы очень хорошо общались с помощью нее, и очень-очень благодарен ей, что она меня провела через этот путь.